Доброе утречко, дорогие фермеры! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть карьеру на карте Регион 18. И дорогие друзья, у меня есть небольшая просьба к кому-нибудь, кто живет в России. Просьба моя заключается в том, что мне нужно, в общем-то, приобрести один журнальчик в ваших киосках, который в России находится. А я не из России, если что. У нас это все дело не продается. Стоит он 700 российских рублей, и поэтому у меня будет просьба купить это дело и выслать это мне почтой, наложенным платежом. То есть, денежку я, разумеется, за все это дело верну. Я буду благодарен, если кто-то откликнется на мою просьбу. Если что, связаться со мной можно, например, в ВКонтакте, в разделе о канале есть ссылочка на меня. Я, в общем-то, буду благодарен. Ну, а теперь поехали. И значит, друзья, что мы будем сегодня с вами делать? В прошлой серии я спросил у вас, угадайте, мол, чем же я засею наши поля. И там один ответ был немного близок. У нас здесь действительно растут соевые бобы на 11-м поле. А на 10-м поле у нас тоже растут соевые бобы. А на 3-м поле у нас растут опять соевые бобы. В общем-то, друзья, смысл такой, что я хочу их собрать и сразу все продать. У нас на складе сейчас есть 386 тонн этого добра. Мы, честно говоря, даже не будем его возить на склад. Мы сразу будем возить на ЖД-элеватор. Я очень надеюсь, что не будет такого косяка, как был с кукурузой или с канолой. Когда после отправки поезда нам не прилетало бабло. И, в общем-то, в принципе, с этих трех полей, по цене 773, хотя она падает, но даже если по 700 она будет торговаться, это будет очень и очень неплохой урожай. И я надеюсь, что нам хватит денег на новое поле. Плюс, друзья, у нас есть куча производств. Сахарный завод, мельница топлива, бла-бла-бла, завод чипсов и так далее. Мельница обычная. Пивзавод. И я, кстати, на рыбхоз начал заниматься. В общем-то, на всех заводах у нас по чуть-чуть всего есть. Я не стал упарываться и возить туда до отказа всего. Там по одному прицепу всего я переработал. Где-то что-то закончилось, в общем-то. Все это добро мы также с вами отвезем на склад. Я, опять-таки, не буду упарываться и смотреть, где это дороже, что продается. Мы отвезем это просто на склад по-быстрому. И там все это быстро продадим. Ну и плюс, друзья, в этой серии я планирую спилить вот эти деревья, которые находятся между 8 и 9 полем, а также деревья, которые находятся между 12 и 13 полем. И в зависимости от финансов, сколько у нас будет позволять, мы купим какие-либо два поля. То ли 8 и 9, то ли 12 и 13. Соответственно, их объединим и чем-нибудь засеем. Поэтому, друзья, давайте приступать к работе. Для уборки полей у нас есть два вот таких вот замечательных комбайна. Мы сейчас пустим их в работу, но сперва нам надо взять вот этих вот друзей и записать маршруты на курс плей. Маршруты, которые будут вывозить сразу на ЖД-элеватор все добро, которое у нас собирается. Давайте возьмем мана. С него именно мы будем начинать. Цепляем к нему телегу и поехали на 11 поле. Маршрут у нас будет начинаться вот оттуда и начинаем, соответственно, запись маршрута. И маршрут, друзья, у нас будет проходить через заправку, потому что бочки по пути нету и топливо может закончиться в любой момент. Поэтому проезжаем через заправку. Если оно закончится, то наши друзья смогут заправиться. Вот здесь мы аккуратненько проезжаем через триггер и едем дальше на 11 поле. И здесь маршрут, соответственно, заканчивается. Мы его сохраняем. Обзываем поле 11 ЖД-элеватор. Только я не написал поле 11. Я написал просто поле, потому что я лошара. Вот так вот. Соответственно, ставим ему работа с комбайнами. Выбираем ему вручную наш Торум, потому что именно он будет работать здесь. И запускаем по маршруту. Как только Торум набьется, наш Ман, соответственно, выдвинется к нему. А мы тем временем берем Татру и, соответственно, цепляем к ней второй прицеп. Едем на 10 поле и пишем маршрут для него. И маршрут мы будем начинать вот оттуда. Я надеюсь, в эту точку доберется без проблем у нас наша Татра. Собственно, поехали через заправочку точно так же на ЖД-элеватор. Соответственно, здесь мы маршрут заканчиваем и также сохраняем его под названием поле 10 ЖД-элеватор. Соответственно, точно так же ставим ему работу с комбайнами и в списке выбираем наш ЦР-1090. Он будет работать на этом поле. И запускаем по маршруту. И осталось нам только поставить вот этих двух друзей на работу. Соответственно, начнем мы с желтенького. Жадку мы отцепляем. Соответственно, цепляем ее спереди. Разворачиваем вот это все добро. Можно даже начать сразу это делать. Разворачиваем комбайн. Складываем сжадку. Включаем комбайн. Включайся, зараза. Делаем сразу вот такую хреновину, как обычно, дабы у нас все ровно и четко собралось. Отъезжаем обратно и генерируем маршрут для работы на поле. 13,7 метра, 10-е поле. Расположение старта, все автоматически. Возвратно старт, да. Генерировать. И, соответственно, запускаем по маршруту мы со стартовой точки. Все, ребята должны работать. Может быть, накосячат из-за деревьев в самом начале. Но, вроде как, косяков быть в целом не должно. А мы же возвращаемся на базу и берем наш Ростельмаш, который у нас будет работать на 10-ом поле. Только с топливом у него есть некоторый косячок, но мы его сейчас обязательно заправим. А пока наш комбайн заправляется, мы сделаем еще одну вещь. У нас есть 2 миллиона литров соломы и это, в принципе, тоже деньги. По 89 она сейчас долларов торгуется. На самом деле, это не так много, но видал я ценник и в районе 150, но все равно она нам здесь нахрен не нужна в сыпучем виде. Поэтому мы берем нашу Вальтру, цепляем к ней фуражный прицеп наш, вот этот. И отправляем продавать солому. Начинать мы будем это делать прямо вот отсюда. Ставим ему транспортировка и продажа, выбираем базу солома прот. Этот маршрут может сейчас где-то залагать, поскольку вписался он на более маленьком прицепе. И этот может где-то цепляться, но если что, мы его перепишем. По крайней мере, попробуем хотя бы пустить этот. Ставим солому и запустить со следующей ближайшей точки. Где-то здесь мы вроде и ехали. Все, он словил маршрут, в общем-то, пускай работает, будут нам эти деньги. Ему 40 раз нужно будет всего лишь съездить. Там заправка по пути была, если мне память не изменяет. У него тоже с топливом некоторые проблемы. В общем-то, пускай работает. Мы же возвращаемся в наш Ростельмаш, которому уже почти 500 литров. Я думаю, этого пока что хватит. Ну и товарища, как обычно, мы пускаем в работу. Генерируем ему маршрут на 9 метров на 10-м поле. Все по стандарту. Возврат на старт. Да, генерируем маршрут. Разворачиваем комбайн. Включаем его и проходим точно так же в начале здесь маленькую чуточку. Ставим его на место и запускаем со стартовой точки. И куда ты, друг, поехал? А поехал он, друзья, на 10-е поле, которое я ему поставил. Потому что я лошара. Нам нужно поле 11. Вот. У нас появились маркеры начала-конца маршрута. И теперь со стартовой точки, друг, работай. Надеюсь, проблем у вас не возникнет. А тем временем, пока идет уборка, мы берем стейра, цепляем на него подкатную тележку, цепляем на него платформу и едем собирать все, что у нас собралось на наших заводах. И ведем это на склад. Но благо для вас это все произойдет просто в мгновение ока. Только вот наш друг, который возит соломку, все-таки забуксовал. И надо будет нам переписать маршрут. Поэтому давайте мы сначала сделаем именно это. Прерываем ему этот маршрут. И в принципе, можно его даже сразу удалить. Он нам больше не понадобится. Но маленькую тележку все равно не будем покупать теперь для него. Высыпаем всю эту бодягу. И летим, соответственно, на базу, откуда у нас маршрут будет начинаться. Начинается он с точки загрузки, как вы помните. Поэтому поехали туда. Загружаем солому и нажимаем на кнопочку начать запись маршрута. Только вот этот трактор нам нужно предварительно отсюда убрать, потому что он стоит прямо на пути. Ну, я его бросил здесь, потому что пришла нехорошая уведомлялась. Поставим его просто вот сюда, вот на дорогу, дабы он не мешал. А сами же переносимся в вальтру, которая уже загрузилась. И маршрут у нее уже начал записываться. И едем, соответственно, продавать нашу соломку. Останавливаем, соответственно, маршрут. Зеркала просто сходили с ума. Обзываем его, как и раньше, база солома прот. И запускаем по маршруту. Хотя там был, кстати, косячок один. Я думаю, что если там миллиметр вправо, то он может и не проехать. Соответственно, у этого друга у нас возникли проблемы. И мне это не нравится. Он что-то не хочет здесь проезжать. Кстати, даже под моим управлением. Почему-то он вот цепляется. Я не знаю, за что. Короче, этот маршрут мы, ребята, с вами, я не знаю, переписываем. Посмотрим еще, как ман себя будет вести. Только это... Ладно, потом выгружу. Этот маршрут, увы, друзья, надо переписать. Начинать мы его будем точно так же отсюда. Нажимаем кнопочку начать запись маршрута и поехали. И вот что с ним не так? Вот я даже сам не могу тут проехать. Давайте-ка, ребята, сотрем последние пару точек. Он нагруженный, что-то вообще не хочет здесь ездить. Продолжим мы писать его вот отсюда. Давайте, не знаю, под углом под каким-нибудь заедем. Все равно не хочет. А и ладно. Сбрасываем тогда нахрен эту херню все. Разгружаем здесь Татру. У нас все забуксовали. У меня прям сегодня везение на построение маршрутов. Я даже знаю, где. Ман стопудово на заправке застрял. А тут солому возит. Не попал именно в том самом месте, про которое я говорил. Ну и так, друзья, что мы, соответственно, делаем? Мы загружаем маршрут поле 10 база. И будем отсюда все возить на базу. Погнал. Этот друг, как я и говорил, застрял на заправке. Хрен с ним. Мы его отсюда запросто уберем. Как-то он прям вообще не попал, я смотрю. С ним мы поступим точно так же. Отвезем это все дело на базу. Пускай возит на базу. И, друзья, на базе мы ему загружаем поле 11 база. Все. Работай. Ничего не хочу про тебя больше слышать. Соответственно, чтобы все это возить, продавать, у нас есть вон две небольших тележки. Есть пока что два свободных трактора. Мы их сейчас и поставим на эту работу. Так, с первой, наш друг, загружаем тебе база ЖД-элеватор, транспортировка и продажа. И будешь ты возить у нас соевые бобы. Неограниченное количество раз. А ты, друг, наш Сейм Фортис, давненько тоже уже не работал. Тебе мы цепляем тележку чуть поменьше. И заниматься, друг, ты будешь тем же самым. База ЖД-элеватор, транспортировка и продажа. Соевые бобы. Неограниченное количество раз. Погнал. Все, больше о тебе тоже знать ничего не хочу. А вот этому парню маршрут, увы, надо переписать. Потому что, да, я вот про это место говорил. Я здесь плохо, в общем-то, проехался. Поэтому поехали на базу. Он еще и пустой поперся. Вообще в холостую. Запишем, значит, этот маршрут еще раз. Мне, в принципе, не... Ладно, мне, конечно, впадло, но надо, увы, это сделать. И вот здесь мы маршрут, соответственно, прерываем. Но он уже точно должен работать. Обзываем его база Солома Прот, как обычно. И запускаем по маршруту. Загрузишься ты сейчас? Нет. Не собираешься загружаться, но ничего страшного. Мы сделаем вот так вот. Сейчас ты точно загрузишься. Да. Заполнение, все, в общем-то, все у нас работают. Поэтому мы можем вернуться в наш стейр и заняться все-таки какой-то минимальной логистикой, что ли. В общем-то, погнали возить эти гребаные поддоны. И, друзья, вуаля. Мы привезли все, что у нас было. В принципе, не так много, как могло бы быть. По одному, короче, прицепу всяких культур мы поотвозили на производство. И вот столько вот у нас получилось. Соответственно, сейчас мы будем это все дело продавать. Благо, здесь это можно сделать с триггером. И первое, что мы купим, ребята, это еще одну татру для работы на полях. Потому что я задолбался на этом тракторе ездить. Я больше часа потратил на то, чтобы все это привезти сюда. Поэтому, друзья, в общем-то, давайте все это продавать. Я это все одним скопом загружу. Хрен с ним. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 310 тысяч. По-моему, вполне нормально. Единственное, что я хочу этот поддон, который попал на крышу, все-таки как-то снять оттуда. И пока что у меня как-то даже нет идей, как тут... Хотя, может, он так дотянется? О! Проддон, сволочь, застрял в текстурах. И с ним ничего сделать нельзя. В общем-то, друзья, все у нас продалось. Кстати, когда смотришь на все эти поддоны, которые были, FPS проседал аж до 40. И это не есть хорошо. У нас тем самым, кстати, растет цена на солому, потому что уже по 5.33 продаются прицепы. Если мы посмотрим сюда, то у нас остался миллион сто. Примерно половину он уже вывез. Да, видите, уже по 100 долларов, а не по 89, оно продается. Собственно, по бабам мы видим, что маны у нас работают быстрее, чем справляются трактора с тележками. Ну да ладно, мы примерно 300 тысяч, как у нас было, и оставим в итоге. Остальное все идет на продажу. Ну и тем временем, друзья, у нас завершили работу комбайны. Поэтому мы этих друзей снимаем с маршрута и два комбайна сразу ставим на третье поле. И для этого, друзья, что мы делаем? Мы перегоняем оба комбайна сюда. Запускаем два мана. Точнее, ману и татру. По маршруту поле три базы. У них уже установлены, кто с каким комбайном работает. И помните, как мы засеивали поле двумя разными культурами. То есть мы из одного поля генерировали маршрут и пускали его в середину. То же самое мы сейчас делаем и здесь. Единственное, надо как-то более-менее грамотно рассчитать, чтобы у них был примерно одинаковый объем работы. Соответственно, заходим мы в Нью-Холланда, сбрасываем маршрут, который у него есть. И из этого угла поля генерируем ему маршрут на третьем поле. Возврат на старт нет. Соответственно, выглядит он вот так. И нужно ему... Давайте мы откроем вот эту вот фигню. Посмотрим, откуда ему начать работать. Надо ему дать чуть больше половины поля. Например, вот отсюда. Я думаю, отсюда хороший вариант начать ему работу. Соответственно, запускаем его с ближайшей точки. Наверное, даже на одну полосу больше надо было ему дать. Точнее, меньше. Но да ладно. Не суть важно. Пускай у нас Ростельмаш закончит пораньше работать. Без разницы. Мы же тем временем садимся в Ростельмаш, сбрасываем ему маршрут и гоним этого пацана на другую половину поля, на другой угол, чтобы оттуда сгенерировать маршрут. Можно, в принципе, вручную было угол поля поставить, но мне, если честно, немножко впадло. Поэтому мы проедемся вот сюда. Да, надо было совершенно... Так, ладно, генерируем маршрут. Поле номер три. Возвратно старт нет. Сгенерировать. Как он у нас идёт? Всё с ним нормально. Давайте его выставим, например, вот отсюда. Запустить с ближайшей точки, он начнёт работу. Этого парня мы прервём и выставим на другую полосу. К нему пока не едет ман, потому что он стоит за маном, который работает у нас с Ростельмашем. Это, в принципе, тоже нормально. Как только двинется к Ростельмашу, сразу же двинется и этот. Так, если мы запустим его отсюда, он пропустит кусочек, да? Останется маленькая полосочка. Как неудобно-то выставилось. А ладно, пофигу, запускаем с ближайшей точки. Это маленькая тонюсенькая полосочка, то, что у нас останется лишней, ничего с этим не сделается. Хотя, может, он даже и заберёт её. Но мне кажется, вряд ли. Ну, маленькая тоненькая полосочка останется, хрен с ним. Ну и вот, соответственно, каждый грузовик едет к своему комбайну, с которым они работали на тех полях, с которым они будут, соответственно, здесь работать. Они могут сталкиваться между друг другом, могут мешать друг другу, могут им мешать комбайны. Это нормально, будем их поправлять. Но, чтобы работало два комбайна сразу, это, скажем так, на данный момент мною придуманный самый адекватный способ, который вот я придумал. Можно пустить два комбайна сразу вместе, как это через совместную работу, там правильно подрегулировать им смещение. Это тоже можно сделать. Можно маном поставить, определять ближайший комбайн. Но я подумал, что лучше всего будет сделать именно так. Так, в общем-то, ребята у нас работают. Сейчас главное, чтобы ман нормально разгрузил вот этот комбайн. И он поехал собирать. Как только он двинется, мы сразу же приступим к нашим следующим делам. Просто важно посмотреть, что он поехал работать и все. Ну и оценить масштаб трагедии этой самой полосочки, которая сейчас у нас будет здесь пропущена. Вроде же, ребята не так уж и много, правда? Хрен с ним, блин. Из-за этого париться я смысла вообще не вижу. А мы же, друзья, как я и собирался, идем в магазин и покупаем еще одну Татру Феникс, которая у нас будет работать на полях. Ну, правда, видимо, со следующей серии. Будет она у нас белого цвета и обод будет белый. И заднее крепление мы тоже в пиндюре. Мы покупаем это чудо. Соответственно, сбрасываем на базу со склада, во-первых, трактор. Я сказал не садиться, а сбрасываем его на базу Терус ЦВТ домой, подкатная тележка домой, вот эта хреновина платформа домой и, соответственно, Татра тоже домой. И добро пожаловать в нашу, так сказать, семью. Сейчас же мы вот это дело отсюда по-быстрому убираем, чтобы оно не мешало нашей технике, которая на Курсплее работает и здесь проезжает, потому что скупщик соломы, точнее не скупщик, а тот, кто у нас соломы продает, у нас катается именно здесь. Так что мы паркуем подкатную тележку. Я очень надеюсь, что нам не придется ей пользоваться больше. Она меня очень сильно раздражает, но не нравится мне, в общем-то. Вещь необходимая, я не спорю, вот сейчас понадобилась. И были у нас и другие случаи, когда нам это все надо было, но не нравится мне с ней работать. И новая Татра тоже. Здравствуй. Цепляем мы на нее тележку и отвозим тележку эту в стойло. Ну и все. Пока что это чудо оставляем здесь. И друзья, под прошлой серией написали, что я забыл про лужок, уже несколько серий. Так вот, друзья, про лужок я не забыл. Здесь вот покошена травка, причем раза три созрела новая. И сейчас мы еще раз ее покосим и затюкуем это все под силу. Соответственно, кругленькая сумма нам еще раз обеспечена. Единственное, что мы тюковщик сейчас отцепляем и цепляем соответственно вот это вот добро, которое у нас здесь есть, косилка и валковая жадка. Я не знаю, правда, на такой траве, как он будет кататься, нормально ли ему будет. Соответственно, ставим ему различные полевые работы. Загружаем маршрут поля 14 трава и со стартовой точки мы его запускаем. Здесь уже видно, что прям толстые вот эти слои травы, плюс оно сейчас еще раз косится. Я не знаю, какой толщины будут вот эти валки, что ли, как оно называется, правильно? Да, валки. Так что все нормально, я про все помню. То есть вы понимаете, да, что травы здесь очень много. В общем-то ладно, пускай он работает, а мы же пока что, как я и собирался, возьмем нашего скорпиончика и поедем спилим все деревья, которые находятся около, точнее между 12 и 13 полем и между 8 и 9. Короче, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и друзья, все спиленные бревна мы пока что высыпаем вот сюда, к остальным деревьям. Я не буду пока что запускать заводы в этой серии, мы это сделаем в следующей. Ну, дерево у нас бревна есть, так что все хорошо. Сейчас же мы паркуем вот это все дело вот здесь. Стыр у нас тем самым завершил работу, мы все это дело снимаем, маршрут не сбрасывая, отгоняем в сторону и поехали выкорчеваем сначала пеньки, а потом поставим делаться тюки. У нас как раз тут, по сути дела, рядом все это дело. Так что мы косилку бросаем вот здесь, валковую жатку бросаем вот здесь, едем, берем корчеватель пней, едем на восьмое поле, потом, соответственно, едем на двенадцатое и выкорчевываем нахрен все пеньки, которые есть у нас после спиленных деревьев. Поехали! И все, друзья, оставляем мы здесь, соответственно, корчеватель пней, цепляем тюковщика, запускаем маршрут со стартовой точки, пусть он тюкует всю эту траву и обворачивает ее, соответственно, пленкой. Мы же возьмем нашего мана, точнее не мана, а новую татру, и, соответственно, приедем сюда с платформы и отвезем все эти тюки на БГА. Со стартовой точки запустить. Блин, боюсь, что тюков здесь будет немало. Ну и, друзья, приезжаем мы на поле, начинаем собирать тюки, чтобы они не мешали нашему тюковщику. Единственное, что надо поставить здесь, конечно же, раунд бейлс. И поехали! Смотрите, он каждые 5 метров останавливается для того, чтобы оборачивать тюк. Тут очень много травы. Я боюсь представить, сколько прицепов мы отвезем. Ну, в принципе, посмотрим, отвезем и увидим. Пускай работает. Он реально проезжает 3 метра буквально, ну, ладно, 10, и у него собирается трава. В общем-то, повезли то, что у нас уже есть на БГА. И вот, друзья, он не проехал одного круга, а у нас уже целый прицеп этих самых тюков, которые по 980 евро будут уходить, по 980 долларов. Я на доллары перешел, мне как-то больше эта валюта нравится. Причем уже давно серии, 5 назад, наверное. В общем-то, мы пока что все тюки выгрузим на БГА, а потом их за раз все продадим. Все, друзья, пускай он здесь стоит, работает. Я не буду его пока что трогать. А мы посмотрим, как дела у наших комбайнов. Они, кстати, почти закончили. Тут не так много им осталось, и это радует. Они уже больше половины... да, они почти уже... да, совсем мало им тут осталось. Тем самым тележки, кстати, справляются довольно-таки неплохо. 509 тысяч сейчас на складе. Довольно быстро они катаются. Правда, на ЖД элеваторе ценник вообще просел. Прямо красный. Я не знаю, это зависит от того, что мы туда все это водим. В любом случае, я очень сильно надеюсь, что у нас не пролагает это все дело, и мы получим деньги за эту самую... за соевые бобы. Посмотрим. Ну и по соломе у нас, кстати, тоже все неплохо. Он подъезжает на данный момент на базу наш трактор. 650 тысяч осталось ему продать. То есть, соответственно, 13 раз ему осталось туда съездить. И 40. Так что тоже все хорошо. Ценник уже вон 115. Растет и растет. Как-то все нелогично. А мы пока что возвращаемся на наш 14-й лужок. Тут уже немало тюков, скажем так. Есть смысл их отвезти все на этот самый, на БГА. Дабы трактору нашему не мешало работать. А то он будет на них наезжать. Оно будет глючить. Он зависнет. В общем-то, вы все прекрасно знаете. Поехали. И, друзья, у нас заканчивает уборку наш желтенький комбайн. Мы, соответственно, вызываем сейчас транспорт к нему. Разгружаем его. Соответственно, отправляем на разгрузку. Нажимаем кнопочку вызвать транспорт. А, в принципе, он, наверное, сюда подъедет, да? Без проблем. А, нет, смотрите-ка, дал ему сначала развернуться, мол, неудобно и так далее. Но сейчас он сам развернется, разгрузится. Этого парня мы останавливаем. Соответственно, выключаем. Жатку мы складываем. Трубу выставляем. Высыпаем все это, то, что у нас тут есть. И нажимаем на кнопочку отправить на разгрузку. Разумеется, когда высыпется. Все. Отправить на разгрузку. Складываем трубу. Складываем комбайн. Отцепляем жатку. И везем все это дело на базу. Комбайн этот на сегодня работу свою закончил. Хорошо потрудился. Я им доволен. Вот это, конечно, комбайн моща. Почти без проблем он поднялся в эту гору. Давайте-ка мы комбайн пока что... Хотя давайте его сразу на место поставим. Что тянуть-то? Жатку мы бросаем здесь. Потом поправим как-нибудь ее аккуратно. А комбайн везем, соответственно, в гараж, где его... На данный момент законное место на нашей базе. И все, друг. Стой, отдыхай. Ты поработал. А этот товарищ мы как раз его перехватываем и снимаем с маршрута. Он на сегодня тоже, в принципе, закончил. Наработался на славу. И паркуем мы его пока что вот сюда. А мы пока что возвращаемся в нашу белую татру новую. И поедем пособираем тюки. Их много. О, кстати, надо спасать нашего трактора. Потому что он сейчас начнет на них наезжать. И, сами знаете, до добра не доведет это все дело. Итак, друзья. Комбайн у нас точно так же второй заканчивает работу на маршруте. Заканчивает уборку поля. Сейчас подъезжает ман. Мы его точно так же разгружаем и отправляем на разгрузку. Все, друг, ты свободен. Езжай с богом. Мы же здесь маршрут сбрасываем. Трубу убираем. И везем наш комбайн обратно на базу. Только сволочь-то медленно ездит. Соответственно, бросаем мы здесь вот эту жатку. Только надо ее ровненько как-то поставить. Например, вот так вот. И давайте попробуем прицепить к этому комбайну эту жатку. Она должна теоретически же подцепиться. Да, прекрасно цепляется. И ее мы тоже поставим сейчас ровненько. Отцепляем. Правда, упала она все равно криво. И везем, соответственно, наш этот самый комбайн в стойло. Так, ман, стоять. Тебе мы маршрут прерываем и сбрасываем. Ладно, сейчас уберем сначала комбайн. Все, друг, ты сегодня тоже неплохо поработал. Давай отдыхай. А мы же берем мана и паркуем его в стойло. И едем спасать наш Террус ЦВТ. Потому что он, скорее всего, наехал на тюк. Пора бы очередную партию тюков отвезти на БГА. Но для начала посмотрим, как у нас дела обстоят с этим самым. Смотрите, у нас 494 тысячи осталось. Соответственно, они возят по 35 тысяч. Чтобы осталось 300, им нужно давать по 5 раз. Им нужно будет съездить. Ну или по 4, да. Это будет считаться как по 4. Соответственно, этому поставим мы то же самое. 5. Я думаю, хватит. Пускай у нас останется немножко этой самой соевой муки. Точнее, соевых бобов на муку. А мы переносимся на 14-е поле. 14-й лужок. И поехали спасать наш трактор. Просто с помощью автопогрузки вытащим из-под него тюк. И он поедет дальше. А мы же пока соберем то, что уже есть. И если набьется прицеп, отвезем его на БГА. Ну и друзья, у нас заканчивает работу тюковщик. Поэтому мы тоже берем это все дело, собираем. Ну и видимо, все, друзья. У нас закончил тюковку. Или будет там еще что-нибудь подберет. Не, он уже не подбирает. Он едет на конечную точку. Соответственно, мы можем ввести все эти тюки на БГА. Погружаем последнюю партию. Ввезем, соответственно, Татру на базу. Потом Террус везем на базу. И, соответственно, возвращаемся сюда. Потом телепортируемся. Продаем тюки. Что, друзья, все. Терруса мы паркуем на свое законное место. У нас как-то привык уже здесь стоять. Точнее, вообще, я его вот сюда вот ставил. Почему-то. Все, друг, стой, кури. И у нас, кстати, закончилась транспортировка наших этих самых соевых бобов. Соответственно, мы снимаем с маршрута Фортиса. И, соответственно, паркуем его. И у нас, друг, тоже сегодня молодец, накатался. Мы возвращаемся в нашего зеленого фента. Только надо сначала выбраться из текстурок. Снимаем его с маршрута. Но отдыхать мы его пока что не отправляем. Есть у нас одно дельце, которое нужно сделать. А именно, нам нужно взять сейчас нашу оранжевую фрезу. И съездить, немножко подобрать за собой поле. То, что мы опилки побросали. Потому что мы деревья оттуда убрали. Пеньки выкорчевали. А вот убрать щепу мы до сих пор не убрали. Потому что тележка была занята. Сейчас она освободилась. И мы, соответственно, можем этим заняться. Поэтому поехали на восьмое поле. Потом на двенадцатое выгрузим все это дело в наше хранилище щепы. А, ну а сперва я забыл совсем. Нам же нужно продать наши бобы. Я надеюсь, что ничего не пролагает. И нам придут за них деньги. Если нет, то это будет просто, ну, обидно, в общем-то. Все, поезд отправился. Поэтому мы продолжаем наш маршрут. И, аллилуйя, нам пришло бабло. Полтора миллиона. Полтора миллиона просто за один урожай. Как же мне это нравится, а? Аж настроение, знаете, поднялось. Ёшкин кот. Вот серьезно, вот эта копейка не влезла. Что-то прям обидно. И оставлять же ее здесь нельзя. Или можно? Не, мы люди культурные, поэтому нельзя. Поехали выгрузим вот это все добро. И, друзья, со щипой у нас все решено. Соответственно, паркуем мы на базу нашего фента, телегу. Ну и зеленый наш товарищ тоже отправляется отдыхать в стойло. У нас из работников остался работать только Вальтра, которая возит солому. Остался работать Вальтра, да. Но это последняя ходка у нее, кстати. Поэтому мы сейчас ждем, пока она вернется. Снимем ее с маршрута, поставим в стойло и пойдем продадим тюки. Ну и Вальтру мы, друзья, с вами поджидаем, караулем около входа. Перехватываем ее прямо здесь. Прерываем, соответственно, маршрут. Ставим в стойло, прицеп, Вальтру. Он сегодня тоже хорошо потрудился. Сегодня вообще все хорошо потрудились. Я вообще доволен сегодняшним днем, продуктивным, скажем так. Во-первых, бабло. А во-вторых, как-то все так почти без косяков произошло. Вальтру мы, соответственно, сюда же загоняем, маршрут и сбросим. И все. Техника у нас отправляется отдыхать. Обеденное время, почти 12 часов дня у нас. Потому что после обеда будет еще куча работы. А именно, все удобрить, посеять. Мы же с вами, друзья, обедать пока что не идем. Потому что нам есть чем заняться. Сейчас мы будем играть в баскетбол этими самыми тюками. Их тут собралось много, в принципе. И будет у нас еще копеечка. В общем-то, погнали все это дело продавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что, друзья, пожалуй, все. Да, вроде закончились все тюки. Может быть, что-нибудь улетело куда-нибудь в стратосферу. Но я надеюсь, что... Да, улетело. И что, через забор я фиг перелезу, да? Да и хрен с ним. Честно говоря, я задолбался и так их тягать. Я очень сильно пожалел о том, что я не пригнал мана. С маном было бы немножко попроще. В любом случае, ребята, у нас вот 12 часов. Время обеда. После обеда мы вернемся сюда. И в следующей серии уже мы вот сейчас как раз купим 8 и 9 поле. У нас остается еще 923 тысячи. Значит, в следующей серии мы еще купим какую-нибудь новую технику. Она нам очень нужна на самом деле. И, соответственно, объединим 8 и 9 поле. Соберем с них урожай. И все это добро засеем. Плюс запустим опять заводики наши любимые. Дабы все приносило нам денюжку. Так что, друзья, я с вами на этом прощаюсь. С вами был Никита Дилай. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте о канале друзьям. Пишите свои комментарии. И всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok